В Красноярске к открытию готовится развлекательный парк размером с остров Татышев. Гремячая грива будет оборудована и для занятий спортом, и для отдыха с детьми. Подробности у Дениса Денисова. Здесь мы стремились использовать максимально натуральных материалов, чтобы покрытия были как будто так, как всегда и было. Остров Татышев и отдых, а заповедник столбы и Таргашинский хребет. К этому списку больших прогулочных локаций уже этой осенью прибавится еще одна. Спортивно-туристическая зона «Гремячая грива». Она расположится на огромной территории от корпуса СФУ «Пирамида» до биатлонной трассы. По замыслу проектировщика, все дороги, которые проходят сквозь «Гремячую гриву», лежат поверх уже существующих народных тропок. Это сделано для того, чтобы не срубать деревья и сохранить хрупкую экологическую среду леса, максимально целостной. Мы очень бережно должны к этому подходить. Мы должны вовлекать уже названные природные лесопарки в рекреационную функцию. И плюс ко всему я считаю, что город в новых микрорайонах, особенно между строящимися крупными микрорайонами, должен сам организовывать лесопарки. Здесь уже почти достроен визит-центр. Несколько спортивных и детских площадок. В будущем появится информационный павильон и музей геологии прямо под открытым небом. Куратор проекта Геннадий Клепиков, начинавший когда-то благоустройство острова Татышев, считает, что такой современный парк, пусть и не столь внушительных размеров, должен быть в каждом районе города. Мне бы хотелось все-таки, чтобы город и дальше продолжал уже эту традицию, чтобы и по месту жительства в шаговой доступности создавались скверы и парки. Может быть, меньшего масштаба, но с точки зрения того, что там бы были лавочки, пешеходные дорожки, освещение, а самое главное, чтобы был хозяин. Хозяином станет как раз Сибирский федеральный университет. Гремячая грива – логическое продолжение студенческого бульвара, который проходит сквозь лес от Академгородка до кампуса на Свободном. И, по словам руководства, доступна территория будет всем желающим. Будут ходить, гулять, заниматься спортом далеко не только студенты. Разумеется, это открытая территория. Здесь, как приезжали граждане, горожане, могли гулять, заниматься спортом, и, я думаю, будут продолжать то же самое делать, только, может быть, с большим комфортом. Недавно было совещание при губернаторе, и активно это все обсуждается. Думаю, что где-то к середине октября все работы будут закончены. Все, по крайней мере, подрядчики клятвенно нас в этом заверили. Парк разделят на три функциональные зоны со своими планировочными решениями – для велосипедистов, воркаута и пешеходов. Ведь использовать локацию будут все по-разному, и важно, чтобы эти потоки не мешали друг другу. Денис Денисов, Сергей Раков, Седьмой канал.